Несмотря на то, что количество общественного транспорта сократилось из-за режима самоизоляции, всё же полностью маршруты никто не отменял. Их дезинфекции уделяется особое внимание. Каждый день, утром и вечером автомобили подвергаются дезинфекции специальным раствором, который производят сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Кроме этого, водители также проводят дополнительную обработку транспорта. Ещё дополнительно в смену водитель выходит, делает обработку, протирает поручни, протирает сиденья. Таким образом, мы изолируем все инфекции, которые могут посетить наш общественный транспорт. И пассажиры довольны этим. Перед рейсом водители проходят небольшой медицинский осмотр. Заключён договор с ООО «Автосити». И там происходит предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей, где обращают внимание на все симптомы, осматривают водителя, общаются с ним медики. И водитель, если никаких симптомов нет, отмечается это всё в журналах, в путевых листах. И если всё в порядке, водитель выходит на линию обслуживать наших пассажиров. Новошахтинцы стараются соблюдать режим самоизоляции. Поэтому и в транспорте, и на улицах города людей очень мало. Особенно это ощутимо в центре города на территории торгового комплекса ООО «НТК» на улице Базарной. Торговля здесь осуществляется в соответствии с постановлением правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года за номером 272. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 с изменениями от 13 апреля 2020 года номером 313. Руководством торгового комплекса соблюдаются рекомендации Управления Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Дезинфекция производится каждый день после того, как отторгуют продовольственными товарами. Ну да, продовольственными и обработка для дезинфекции все товары первой необходимости. Производится двумя рабочими, которые у нас числятся на рынке. У нас есть дезинфицирующие средства, таблетки хлорные. Разводится один к десяти, заливаем бочку 80-литровую, набираем потом 10-литровые и ходим с ними, опрыскиваем, производим дезинфекцию по всему периметру, где стояли торгующие. Работники, которые у нас оформлены, производят замер температуры с утра в 8 часов, потом идут на работу. Проверили температуру, одели маски и пошли на рабочие места. Это уборщики, рабочие, которые у нас на рынке находятся, и контролеры. Два контролера. Сейчас, естественно, мы работаем в сокращенном составе, потому что торгующих у нас сейчас мало. У нас, получается, каждый день два рабочих, две уборщицы и два контролера. В маленьком составе работаем, потому что нет у нас торгующих сейчас очень мало. На сегодняшний день торговые точки закрыты, но те, кто имеет право работать, дезинфекции не пренебрегают. В конторе перед красным уголком у нас есть угол для обработки рук. Дезинфицирующие средства находятся там, перчатки, чтобы рабочие могли одеть. А покупателей сократилось? Покупателей тоже сократилось. Люди боятся выходить на улицы. Их, естественно, стало намного меньше. В такие дни, как понедельник, вторник, среда, их вообще почти нету. Очень мало. Благодаря слаженным действиям руководства города, предприятий, организаций и жителей Новошахтинска, на сегодняшний день дезинфекция города от коронавирусной инфекции производится систематически и приносит свои результаты.